Вообще я люблю ловить на батон и на манку. Манку, я ее запариваю немножко. Елена Симонова – знаток кулинарных предпочтений обитателей местного водоема. Десногорское водохранилище – ее излюбленное место рыбалки. Место хорошее в первую очередь из-за разнообразия рыбной фауны. На более чем 40 квадратных километрах водного пространства обитают лещи, толстолобики, щуки, судаки и многие другие виды рыбы. Моя водочка фелископическая. Я на нее ловлю уже давно. Она меня устраивает. Поймать на крючок можно не только рыбу. Штрафы за нарушение правил рыбалки никто не отменял. Вот только что именно запрещено большинством рыбаков представляется весьма смутно. Я любитель рыбак. Я пришла, поймала 2, 3, 10 рыбок. Вот. А больше, по-моему, 5 килограмм нельзя ловить. Сколько, чего и чем можно ловить, разъяснило Росрыболовство. Ведомство анонсировало изменения к действующему закону о рыбалке. Так, с 1 января следующего года рыбакам запрещено использовать сети любых видов. Их можно будет закидывать только в районах севера, Сибири и Дальнего Востока. То есть там, где рыбалка жизненно необходима. Кроме того, вводятся суточные нормы вылова рыбы. У нас можно в нашем регионе с моей скоростью ловить на 1 рыбака. Суточная норма – это 5 килограмм рыбы. Вот. Но есть ограничения по виду. Смотрите-ка. Если щуку, можно 5 штук из этих 5 килограмм поймать. 5 штук, может быть, ну, грубо по килограмму, да. Судака только 3 штуки можно поймать. Сама одного. Вот. Всех других видов рыб, грубо говоря, которые я назвал, можно наловить сколько угодно, но не более 5 килограмм в сутки. Так что хвастаться рекордным уловом в скором ремне станет опасно. А это уже удар по самому главному – по рыбацкой гордости. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.